Всем привет! Старт чемпионата мира на носу, игра сборной России не радует, серия без побед достигла 7 матчей, все плохо. На самом деле мы с вами являемся свидетелями тайного плана Черчесова. Как все будет на самом деле на чемпионате мира, мы вам расскажем и покажем прямо сейчас. У Саламыча есть гениальная задумка, которой от него не ожидает никто. На острие атаки сборной России сыграет Сергей Игнашевич. Этот молодой и талантливый форвард готов повести команду за собой не менее отважно, чем Габулов. Итак, первый матч группового этапа и Саудовская Аравия. Море надежд, бешеная интрига и все эти вещи. И в первой же не особо острой атаке случился привоз от сборной России. Гранат отдал прекрасную голевую передачу на одного из многочисленных Алей, которая из пределов штрафной расстреляла Кенфеева. Все идет по плану. Ответочка не заставила себя долго ждать. Смолов отдал на Головина, Головин на гениального форварда Игнашевича, и Серега вывел на ударную позицию все того же Головина. 1-1, седьмая минута матча. Спустя 15 минут безобидный угловой спровоцировал настоящий пожар в обороне у Саудов. Итогом всей неразберихи стал выстрел в упор от Смолова. 2-1, Россия впереди, тактика работает. В оставшееся до конца тайма время началась коронная забава от России под названием «А давайте не бить в створ, а просто бегать и катать мяч». Это еще одна новаторская разработка Черчесова, и давала она плоды аж до 72-й минуты. Соперники двумя передачами отрезали всю великую и ужасную оборону сборной России и сравняли счет. 2-2. И тут Черчесову напомнили, что в футболе можно делать замены. Чтобы не путаться и долго не объяснять арбитрам, кто выходит на поле, он просто выпустил двоих Миранчуков. Было бы их больше, выпустил бы больше. Игнашевич тут же создал момент для одного из них. Но кипер-аравийцев в порядке. Окей, царь острых передач Серега подкинет моменты для Жиркова. И вновь вратарь куражится. 87-я минута, время серьезных переломов ситуации. Миранчук убежал от защитника и отдал на Миранчука. И Миранчук сделал счет 3-2. Молодец, Миранчук, говорит Миранчук Миранчуку. И это победа в таком важном стартовом матче. На пресс-конференции на вопрос о двух пропущенных голах Черчесов ответил, что в обороне просто не хватало Игнашевича. И долго размышлял о том, что лучше бы 38-летних Игнашевичей было двое, а не Миранчуков. На том и разошлись. Перед матчем с Египтом Саламыч не спал всю ночь. Он долго думал над тем, как переманить Серхио Рамоса в Россию. Вырезал его бумажные маски и даже сводил пару раз Кудряшова на секцию борьбы. А потом Черчесов просто вспомнил, что у него в атаке все еще есть Игнашевич и успокоился. С египтянами ставка вновь была сделана на ранний пропуск гола. Соперник поначалу не велся и специально мазал, но затем за дело взялся Салах. 0-1, да еще и у Смолова травма. Главное, что не у Игнашевича, подумал Черчесов и продолжил ждать. И его величество сказал веское слово уже на 20-й минуте. Просто посмотрите на этот шедевр от форварда мирового класса. Спокойно, четко, уверенно, лучший. И Черчесов в зимней куртке в разгар июня может немного порадоваться. Чтобы команда вдруг не расслабилась и не потеряла концентрацию, Кудряшов решил заработать пенальф в свои ворота. Салах понял этот подвох и просто лупанул в штангу. И Акинфееву приятно, и удар в створ в статистическую копилочку положил. А вот здесь уже Игорь выручил без помощи стоек. В ответной атаке вновь свое веское слово сказал Игнашевич. Сергей Николаевич, как на блюдечке, выложил передачку на Жиркова. А Юра не оставил киперу египтян шансов. 2-1. С таким счетом команды и ушли на перерыв. Во второй половине Игнашевич включил эконом-режим. И остроты у ворот соперника стало значительно меньше. Египет же своим шансом воспользовался. Трезеге мощнейшим ударом поразил дальний угол ворота Кинфеева и сравнял счет. Вышедшие на замену Миранчуки тут же оживили игру. А Кутепов выскочил на свидание с кипером египтян. Но Кутепов не Игнашевич и момент он запорол. Еще один хороший шанс был у Дзагоева. Но вратарь египтян, поставивший на тотал меньше 4,5, не мог позволить себе пропускать еще. 2-2. Ничья. Все решится в матче с Уругваем. У Игнашевича гол плюс пас, но Черчесов на пресс-конференции остался недоволен. И сказал, что форвард такого класса, как Серега, должен забивать еще больше. А Игнашевич, которого Трансфермаркт считает самым дешевым игроком чемпионата мира, тут же вырос в цене. Теперь он стоит не 25, а 50 тысяч евро. Ставь лайк, если хотел бы, чтобы продолжение похода России к успеху вышло как можно скорее. Пиши в комментариях, как тебе тайный план Черчесова использовать Игнашевича на острие атаки. И не забывай подписываться на Кибербол, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира фудсимов. До скорого!